Всем доброго времени суток. Никогда бы не подумал, что буду когда-то записывать такое видео. Но, видимо, моя самонадеянность взяла таки верх. Всегда думал, что никогда не выводусь ни на какие лохотроны. Но, что я могу сказать. Меня вчера конкретно отлохотронили на VLX. Заковыристый, интересный и очень продуманный метод. Валялся вчера я на диванчике. Субботка, пил пиво. Я смотрел видосики на ютубе. И что-то мне захотелось приобрести себе. Nintendo Switch Lite пройти с Зельду. Да и другие игры погонять. В общем, вскоре был открыт, разумеется, сайт. VLX UA был найден адекватный, отличный лот. Девушка из Киева, по-моему, из Киева, продавала консоль. Указала о том, что не подошел подарок. Может обменять его, если есть у кого-то спортивный самокат. Может обменять Switch на самокат. Ну, либо просто продавала его по очень адекватной цене, в состоянии почти нового. Причем никаких подразделений не вызывала. Аккаунт был 2016 года у продавца. И, разумеется, была доступна VLX доставка. Что в первую очередь не сыграло роль того, что я выбрал данный товар. В общем, что дальше было. Оформил я данный товар, VLX доставку. Списались у меня те 4,5 тысячи гривен, которые стоила консоль. И в чат отписалась мне эта Ольга звали. Да, Ольга или его звали, или ее звали. Неизвестно, кто там вообще сидел. Может быть, те славно известные зэки с VLX, о которых снята куча видосов. Ну, в общем, это не важно. Она отписала мне в чат, что она видит, да, что прошла VLX доставка. Но кнопка у нее не активна. То есть подтвердить она ее не может по какой-либо причине. И в этот же момент, в этот же момент у меня на мой номер телефона, который, кстати, был подведан в том числе и к VLX. Пришла смс-ка, причем пришла смс от адресата OLX.UA. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Я не знаю, конечно, какими способами делают это дать. Это смс именно, это не сообщение в Viber. Каким образом они подделывают от этого адресата, что он отображается не номером, а буквами непосредственно. Причем достаточно известного зарегистрированного доменного имени непонятно. О чем гласила данная смс? То, что транзакция, там где-то что-то произошло на UAPAY, она заморожена и необходимо пройти по ссылке, которая указана в этом смс, чтобы связаться с технической поддержкой OLX. Да, сейчас уже с высоты, так сказать, разобравшись в этих всех вопросах, просидев тут всю ночь, я уже понял, что уже здесь было ясно, что первый звоночек. Ссылка была такого вида, я ее сейчас здесь добавлю. То есть, ну, как вы видите, там, во-первых, HTTPS протокол, то есть вроде бы все защищено, не HTTP. Ссылка выглядела как OLX.UA.partners, 2 слыша support, ну и там уже дальше код. То есть, казалось бы, первым делом, что кидается в глаза, кидается в глаза то, что там начинается с OLX.UA. Я проследовал по ссылке, со мной я связался якобы сотрудник технической поддержки OLX и сказал, что да, есть проблема, там, где-то на каком-то транзитном счету заморозились эти деньги и необходимо нажать кнопочку отмены на сайте OLX.UA и переоформить заново OLX-доставку. Ну, казалось бы, в принципе, что тут такого, да, я зашел, отменил предыдущую сделку, деньги мне моментально вернулись на карту. И после этого они мне прислали ссылочку, вот, типа, заходите по ссылке и оформляете новую OLX-доставку. Снова же ссылка была, сейчас я ее тут прилиплюсь при монтаже, вот, тоже на тот же сайт OLX.UA.partners и там дальше слэш-объявление, Nintendo Switch, бла-бла-бла. То есть, открыв эту ссылку, я увидел, по сути, обычное стандартное окно, ну, вот, как любой лот на OLX, где вы заходите, там, что-то покупаете, нажал, там кнопнула OLX-доставку, у меня открылось окошечко, и тут, кстати, произвенел второй звоночек, потому что не была сохранена моя кредитная карта, мне пришлось ее вбивать повторно, вот. То есть, я подумал, что просто я это делал первый раз с компьютера, я был там залогинен, а в этот раз я делал с мобилки, вот. Ну, вот, тут уже тоже был нюансик, на который нужно было обратить внимание. Вот, я вбил свои данные, разумеется, у меня с карты списалось снова 4,5 тысячи гривен, и после этого, спустя минуты три, снова в чате техподдержки, мне написали, что снова транзакция не прошла, сегодня целый день, проблема с UAP, придется ее, наверное, снова отменять, и сегодня вообще не пользоваться OLX-доставкой, ибо все плохо, как говорится. Вот, собственно, что произошло. А, да, еще, они меня попросили подкинуть скриншоты с интернет-банкинга, чтобы стало я, шел этот платеж или нет. И тут я совершил, наверное, самую главную роковую ошибку, на скриншоте я спалил свой баланс по карте, вот. По итогу, как я уже сказал, мне сказали, отменяем это все дело, и скинули еще одну ссылочку снова же на тот же OLX-partners. Вот, по этой ссылке я прошел, увидел снова же стандартный, современный новый, этот, после ребрендинга интерфейс OLX-а, нажал на кнопку «Отменить заказ», увидел уже свою карточку там, забитую. Вернее, были какие-то сомнения, но после этого сомнения пропали, я понял так, ну вот, да, тут-то там все сохранено, как и раньше было. После чего я нажал кнопку «Вернуть средства», и мне же пришла смс-ка, разумеется, у меня двухфактурная аутентификация стоит на банковские все процедуры, на все транзакции. Но так как время было позднее, я просто молча взял из этого смс, взял код и вбил его на этом сайте. Позже, конечно, я уже обнаружил, что смс-ка была не простая, как говорится, а золотая, даже, наверное, платиновая, по той причине, что в ней я соглашался перевести злоумышленникам 38 тысяч гривен со своей карты. Разумеется, сразу же позвонил в банк, карту заблокировали, данные две транзакции, подал заявку на оспарение, но пока еще никакого ответа не следовало, скорее всего, и не последует. В мою пользу. Сразу же написал заявление на сайт киберполиции через онлайн-форму, сейчас в 18.41, писал я ее в полночь, пока никакого ответа от киберполиции не последовало. На ОЛХ тоже, конечно же, написал, но человек сразу после всех этих махинаций удалил и аккаунт, удалил свое объявление, там уже все понятно, что... Ну, они, да, они, в принципе, отписались быстро, начали мне помогать там всячески советами, скажем так. Я им скинул всю информацию. На следующий день утром я пошел в наше районное самарское отделение полиции, написал заявление, ну, на что мне полиция ответила, что ты, дядя, там сильно не надейся на какой-то там хороший исход событий, потому что не все так гладко и не все так просто происходит. Я спросил, так, киберполиция будет ли работать над этим вопросом, на что мне ответили, что киберполиция, скорее всего, это заявление пошлет в самарский райотдел, ну, в принципе, где и происходило преступление, ну, в самарском районе. Вот такая вот ситуация. Ну, что я могу сказать? С карточки улетело 38 тысяч. Вот. Ну, ждем, может быть, что-то, какое-то движение будет. Связывался со своим товарищем, который работает тоже в полиции. Спрашивал за то, что в единый реестр будут ли добавлять его как уголовное производство. Он говорит, что там одна уголовка висит в реестре на все абсолютно. Вот эти вот факты мошенничества, все заявы по VLX. Ну, может быть, если когда-то какого-то мошенника найдут, то, может быть, повесят на него там и твое, как говорится, твое заявление, и он тебе будет платить деньги. В общем, вероятность того, что наши правоохранительные органы будут там чем-то заниматься, ну, вернее, может быть, они не будут чем-то заниматься, ну, решится вопрос мою пользу крайне мало. Такая вот история, ребята. На самом деле, повторюсь, никогда не думал, что попаду сам в такую ситуацию. Ну, говорится, вот так вот. Внимательность пошатнулась. Видимо, усталость, небольшая доза алкоголя, там, отвлекали видеоролики какие-то, которые я смотрел. Вот, можно попасть спокойно в такую ситуацию, потерять серьезное количество денег. Вот. Посему буду заканчивать данное видео. Надеюсь, кому-то оно поможет, кого-то оно спасет от таких ситуаций, как говорится. Берегите своих родных и близких. Распространяйте такие видео. Потому что, ну, я, как сам человек, который связан с информационной безопасностью, был обеспечен. И вот к чему это все привело. Всегда проверяйте ссылки. Всегда никогда не уходите, скажем так, за границы сайта. Например, если это OLX. Занимаетесь там продажами, покупками исключительно на OLX.UA. Никакие чаты, никуда не лезьте. То есть это 100%. Если вас куда-то вытаскивают в какие-то вайберы, в какие-то ватсапы, в какие-то чаты техподдержки. Это все лохотрон. Там даже, в принципе, у OLX нет чата поддержки в данный момент. Там с ними связаться можно посредством формы, через help OLX.UA, насколько я... Ну, в общем, вот такие вот дела. А я поплатился за свою беспечность и покушаю мивинку этот месяц. Вот. Ну, как говорится, всем пока. Берегите себя. До свидания.